Искоренять хамство, повысить качество коммунальных услуг, контролировать ценообразование. Эти и другие злободневные вопросы необходимо решать всем членам партии Нуратан. Об этом сказал глава региона Бельгадзак Усаинов на встрече с первыми заместителями председателя территориальных филиалов правящей партии. На сегодня численность карагандинского областного филиала партии Нуратан превышает 98 тысяч человек. Одним из приоритетов правящей партии является реализация задач поставленных лидерам нации в своем обращении народу Казахстана. Доложила первый заместитель председателя регионального филиала Кадиша Аспанова. В соответствии с задачами поставленной главой государства председателя партии Нуратан 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 Алисич Назарбаевым в вопросах реализации программ модернизации и развития ШКХ в ЗАНИКОСТе 2020, Дорожная карта бизнеса 2020, форсированной индустриальной национальной развитии Республики Казахстан, областные филиалы партии проводятся комплекс мероприятий, направлены широкое информирование об условиях и механизмах реализации программ, оказание правовой и консультативной помощи гражданам, поиск пути решения проблемных вопросов, принимаемых в ходе реализации программ. Немалая работа проводится и в молодежном крыле партии. Однако критически проанализировал работу ЖАС ОТАНа Есет Есенгараев. По его словам, молодежное крыло является исключительно студенческой организацией, и ее влияние не выходит за пределы вузов. Над этим и нужно работать, отметил заместитель председателя партии Нуратан. Очень часто наше молодежное крыло слепо копирует стиль работы старших товарищей, не пытаясь находить особую новую форму работы, интересные термонатюры, не работают над устраиванием диалога с мокрокультурным молодежным движением. Глава региона Абельгазик Усейнов отметил, что имеется 10 главнейших вопросов, которые волнуют население, и партийцы обязаны обратить на них внимание. Одним из первоочередных является ценообразование, так же, как и тарифы, которые неуклонно растут. Тарифы волнуют всех и каждого. Это очень важная составляющая в произведительности любого человека, потому что он, получая свою пенсию, заработную плату и так далее, и так далее, все время думает, сколько же я отдам на жилищно-коммунальный уступ, сколько же останется мне дальше для того, чтобы я мог жить. Другим немаловажным вопросом является коррупция, которая на сегодняшний день проникла практически во все государственные структуры. Критика со стороны населения достигает высокого уровня. Именно от чистоты первого руководителя зависит добросовестность всех работников, говорит глава региона. Слово «чиновник» сегодня, руководительное слово, это категорически ни кем не воспринимается. Это же неправильно. Ни одно государство не может обойтись без чиновников. Мы же это реально понимаем. Почему сегодня на государственном уровне поднимаются такие вопросы, как идет поощрение тех, кто будет говорить о коррупционных правонарушениях, вот последнее мы видели, из республиканского бюджета выделяется средство для того, чтобы можно было поощрять тех, кто сообщает об этих вопросах. Это очень большой сигнал для того, чтобы этим вопросом предметно заниматься. Внимание было уделено и концепции всеобщего труда, которую выдвинул глава государства. Абельгазик Усейнов призывает с малых лет прививать детям способность трудиться, рассказывать подрастающему поколению о том, что только через труд можно обеспечить себе достойную жизнь, а вместе с тем и процветание государства. Вот эту категорию мы должны заставить и повернуть, чтобы с самого раннего детства, до выхода из вуза, занимались воспитанием, точно так же, как говорили с моим детям, слушай, не забудь покушать утром, поймёте вечером, готовят кушать, кормят. Точно так же в облогу всех бесед надо поставить его милического труда. Вот все это. Это должно быть, извините за выражение, может быть оно грубовато звучит, определённое зомбирование в сторону труда. Вот в чём вопрос. Вместе с любовью к труду необходимо прививать ребёнку и уважение к окружающим. С хамством люди сталкиваются каждый день. В процессе урбанизации и технического прогресса мы забываем об элементарной учтивости. На всех этапах, там, где идёт приём человека, обычного гражданина, там через раз, через два присутствует хамство. Это, понятно, озлабляет людей. Это, понятно, отсюда вызов на то, чем занимается власть. Поэтому мы должны перевернуть вот это. Об этом сегодня говорят. И всё повернутся к людям. Эти и другие задачи председатель Карагандинского областного филиала Нуратан поставил перед присутствующими на встрече заместителями территориальных филиалов. Вы должны стать действительно нужными для народа, заключил глава региона. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.